Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник за богослужением читается Евангелие от Матфея. Глава 18, стихи с 18 по 22, глава 19, стихи 1 и 2, и с 13 по 15. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь своим учеником, аминь, глаголю вам, или кааще свяжите на земли, будут связаны на небеси, или кааще разрешите на земли, будут разрешены на небесех. Пакия, аминь, глаголю вам, я кааще два от вас совещает на земли овсяцы вещи, ежа аще просито, будет им от Отца моего иже на небесех. И дежа бы из тадва и не трие собрань его имя мое, ту есим посреде их. Тогда приступаль к нему Петр рече, Господи, каль краты аще согрешит в мя брат мой, и отпущу ли ему до седем крат? Глагола ему Иисус, не глаголю тебе до седем крат, но до седемдесят крат седмирицею. Ибы, всегда сконча Иисус, слависасия, приди от Галилеи и приди в пределы иудейские, обон пол и ордана, и по нем и доши народе мнози, и исцели их ту. Тогда, приведуши к нему дети, дарутся возложить на них и помолиться. Ученицы же запретиша им, Иисус же рече им, оставите детей и не возбраняйте им прийти ко мне. Таковы бы есть Царство Небесное, и возлож на них руце, отиди оттуда. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Истинно говорю вам, что свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до седьмижды семидесяти раз. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороной. За ним последовало много людей, и Он исцелил их там. Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И, возложив на них руки, пошел оттуда. Царство Божие есть царство мира и смирения, царство единодушия и любви. Вот почему Спаситель указывает, что прощение наших грехов зависит от нас самих, что суд Божий над нами в нашей же власти. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет, «Спасение твое в твоих руках, в твоей власти человек. Будешь прощать другим обиды, погрешности, и тебе прощены будут твои грехи. И ты со своими частыми прошениями у Бога не отойдешь никогда от Него бедным, и будешь сподобляться от Него великих и богатых милостей. Ты простишь немногие грехи ближнему, сравнительно с твоими грехами перед Богом, а тебе Бог простит бесчисленные прегрешения». И так как сила учеников и вообще всех верующих основывается на внутреннем духовном единении верующих между собою и с Богом, то Спаситель научает, «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Свидетель Хроматия Квилейский замечает, какое значение для Бога имеет единодушие и согласие братьев. Мы можем судить по тому факту, что Господь ясно говорит, «Отец Небесный даст все просимое, если двое или трое в согласии будут просить». Ничего нет милее Богу, чем мир между братьями. Ничего нет лучше, чем единодушие и согласие. Слова Христа о прощении обид ближним побудили Петра просить у него дальнейших разъяснений. А потому он спросил, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Дело в том, что раввины учили, что человек должен прощать согрешающему против него брату три раза. Петр желал, очевидно, стать выше современных ему книжников и считал, что, увеличивая количество прощений до семи раз, он заходит намного дальше в своем великодушии. Но Господь отвечает совершенно по-другому. «Не говорю тебе до семи, но до семи ж до семидесяти раз». То есть Спаситель указывает, что мы должны прощать людям неограниченное количество раз, прощать постоянно и всегда. Ведь ничто из того, что приходится прощать нам, не идет ни в какое сравнение с тем, что прощает нам Бог. Когда же Господь пришел в Иудею, к Нему приступило множество народа, в том числе женщины с детьми. Вера народа была настолько велика, что одно возложение Господом рук считалось благословением для детей. Но ученики, стараясь уберечь Христа, не допускали к Нему детей. Увидев это, Господь сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». Блаженный Феофилакт поясняет, учит он и словом, говоря, что таковых есть Царствие Небесное, кое имеют расположение детское. Дитя не превозносится, никого не унижает, не злобиво, бесхитростно, ни в счастье не надмивается, ни в скорби не уничижается. Но всегда совершенно просто. Поэтому, кто живет смиренно и не злобиво, и кто принимает Царствие Божие, как дитя, то есть без коварства и любопытства, но с верой, тот приятен перед Богом. Не отвергая младенцев, но с радостью принимая их, Господь научает смиренно мудрию и тому, что Царствие Божие необходимо принять в свое сердце с таким же чистым, невинным и непорочным расположением Духа, какое бывает у малых, нравственно неиспорченных детей. Как дети полностью доверяют родителям, так и мы, дорогие братья и сестры, должны доверять Господу, преклоняясь перед Его величием, сохраняя способность повиноваться Ему, прощать и просить оставления грехов, с благодарностью и смирением принимая Его бесценную любовь. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok